Сегодня поговорим о горчице, о пользе и вреде популярной приправы. Горчица использовалась людьми с древних времен. Ее употребляли в пищу, применяли в качестве лекарства и в косметологии. Сейчас горчицу можно купить в зернах, в виде порошка и в качестве уже готовой заправки. О ее полезных свойствах можно говорить долго, но многие забывают, что у горчицы существует и достаточное количество противопоказаний. При грамотном употреблении, богатая витаминами и минералами горчица принесет только пользу. Итак, чем же полезна горчица? В составе семян горчицы содержатся фитонутриенты, которые защищают желудочно-кишечный тракт от рака. Исследования показали, что в горчице также содержатся вещества, которые замедляют рост уже существующих раковых клеток и препятствуют образованию новых. Помогает горчица контролировать симптомы астмы. Это происходит благодаря входящим в состав растения селену и магнию. Также способствует горчица похудению. Семена горчицы содержат большое количество витаминов группы В и они ускоряют обмен веществ в организме. Замедляет горчица процессы старения. В составе горчицы, ведь имеются витамины группы А, С и К, имеется каротин, лютеин и все они являются природными антиоксидантами. Снижает, как ни странно, боль в мышцах и помогает при артрите. Если наносить готовую горчицу или порошок из семян в смеси с водой, то данное место начнет нагреваться. Это помогает расслабить мышцы и снять неприятные ощущения. Я, например, часто использую горчичный бальзам при болях в спине. Также горчица снижает уровень холестерина. Входящая в состав горчицы никотиновая кислота снижает уровень холестерина в крови, а также защищает сосуды от образования тромбов. Но и естественно, горчица стимулирует рост волос. Благодаря особому витаминному составу и способности нагревать кожу, горчицу используют в качестве маски для головы. Можно настоять семена горчицы на растительном масле, а можно взять горчичный порошок и смешать его с бальзамом для волос. Данную смесь оставляют на волосах на полчаса, а потом смывают шампунем. Применяя такую маску 2-3 раза в неделю, уже через месяц можно заметить первый результат. Горчица борется с запором. Кроме того, сама специя вызывает повышенное шлюноотделение, что способствует лучшему перевариванию пищи. Горчица препятствует кожным инфекциям. В составе горчицы имеется сера, которая борется с грибком, а также с другими распространенными заболеваниями кожи. Для этого требуется наружное ее применение. Горчица повышает иммунитет. Весь биохимический состав семян горчицы способствует общему укреплению организма, что позволяет ему лучше противостоять болезням. Ну и самое интересное, вред горчицы. Горчицы в качестве части рациона питания злоупотреблять нельзя. В больших количествах она повышает кровяное давление и может нанести серьезный вред организму. Регулярное употребление горчицы с едой противопоказано людям с такими заболеваниями. Повышенное давление, текущее воспаление легких, туберкулез, язва и гастрит желудка, сердечно-сосудистые заболевания, общая повышенная кислотность желудка, ну и болезни почек написано. При данных проблемах с организмом горчицу употреблять не рекомендуется, либо делать это не чаще раза в неделю и в маленьких количествах. Итак, подведем итог. Горчица незаменимый продукт практически на каждом столе. Зерна используют для приготовления еды в качестве приправы. Готовую смесь намазывают на хлеб или добавляют к мясу, а порошок используют для кожи и волос. Если не злоупотреблять и учитывать противопоказания, то горчица станет отличным помощником на пути к здоровому организму. Желаю вам, будьте здоровыми и будьте красивыми! Подписывайтесь на мой канал и до новых видео! Всем пока!